Вот этот, это называется инкубационный цех. Он не только как работает инкубационный цех, он еще, здесь у нас стоят ванны, где мы выращиваем вот эту дорогую чудо-рыбу. Это толстолобик у нас здесь сидит. Здесь вот Белый Амур в районе чистотой. Тёпловский рыбопитомник – предприятие со столетней историей. В начале 20 века здесь разводили форель для царского стола. Сейчас здесь более 30 прудов, в которых разводят мальков различных видов рыб, от самых ценных до самых нужных. И в конце октября, по первому морозу, сюда прибыла делегация, состоящая из сотрудников Саратовской ГЭС, журналистов и студентов-экологов, для того, чтобы поучаствовать в акции по выпуску мальков. И это уже второй этап мероприятий по зарыблению Волги, организованной компанией «Русгидро» в этом году. Первый этап у нас проходил в июле этого года. 14 тысяч мальков стерляди было выпущено в Волгоградское водохранилище при поддержке Госнеорха. Сегодня мы выпускаем растительноядных мальков. Это рыба белого амура и толстолобика. Выбор над толстолобикой белого амура пал не случайно. Именно их называют подводными миллиораторами. Но особенность выпуска мальков этих видов рыб заключается в том, что подрастая, они не размножаются в наших условиях. Поэтому их численность можно регулировать. Сколько мы выпустили их, столько их в Волге и будет. И у них цены они тем, что они питаются растительностью. Белый амур употребляет высшую водную растительность, траву так называемую, камыши, рогоз, погруженную растительность. Вот для того, чтобы этой чудесной вкусной рыбки вырасти на килограмм, он должен съесть 50-70 килограмм травы. А толстолобик, он фильтратор. Он как кит или акула, плывет широко, открыв рот и собирает низшие водоросли одноклечатые, ну и также все, что плавает в воде. То есть они являются биологическими миллиораторами. И в нашем варианте, когда водохранилище находится в достаточно тяжелом состоянии, для нас очень хорошо при наличии этих рыб в воде. Сейчас в акциях по зарыблению участвуют не только крупные компании, такие как Росгидро, но и обычные рыболовы. Потому что все понимают необходимость таких мероприятий. Вот мы считали приемную емкость наших водоемов, то есть наша Волга, вот Саратовское и Волградское водохранилище в пределах Саратовской области, ну порядка 40 миллионов может принять в себя ценных видов рыб. Можно выпускать туда, то есть это количество рыбы сможет прокормиться. Но выпускается 1-2 миллиона. Всего в ходе акции выпустили более 77 тысяч мальков Белого Амура и Толстолобика. Причем для того, чтобы они попали в Волгу, их пришлось везти на специальном транспорте в район села Чердым. Здесь с минимальным риском травматизма при помощи приспособления под названием «Колокол» в тяголетке были выпущены в Волгоградское водохранилище. Акция по зарыблению – это одно из основных направлений благотворительной политики компании Росгидро. За последние годы в стране прошло более 20 подобных акций в разных регионах России. И за это время было выпущено в реки более 2,5 миллионов мальков. В том числе и особо ценных пород рыб, которые занесены в Красную книгу.